Эта киноэпопея создана при участии американских кинематографистов для широкого показа в США и других странах. В 20 фильмах использованы съемки советских фронтовых операторов и кинодокументы из зарубежных архивов. В Соединенных Штатах Америки, где многие не знают о решающей роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, о сотрудничестве союзных держав в годы войны, эта кинопрограмма вышла под названием «Неизвестная война». Для советского народа это была Великая Отечественная война. Он вел ее во имя свободы и независимости своей социалистической родины, во имя избавления Европы да и всего мира от фашистского порабощения. «20 миллионов жизней советских людей унесла эта война. Наш народ не забудет ее никогда». Леонид Ильич Брежнев В Соединенных Штатах Америки кинопрограмму комментировал артист Берт Ланкастер. Я на борту исторического корабля Крейсера «Аврора». В 1917-м, в дни Октябрьской революции, выстрел с этого корабля послужил сигналом к началу штурма Зимнего дворца. В дни обороны Ленинграда орудия Крейсера вели огонь по врагу. Повсюду тогда, на Балтике, на Финском заливе, на Черном море, в Северном Ледовитом океане, на озерах и реках, советские моряки дрались так яростно, что нацисты окрестили их Черной смертью. На кораблях Балтийского флота, под бомбами, советские войска были эвакуированы из Сталина. Сойдя с кораблей, моряки продолжали драться на берегу. Они защищали Одессу, Новороссийск, Мурманск. 250 дней длилась оборона Севастополя. Каждое из этих сражений яркой страницы в летописи войны. Наш фильм «Битва на море». На орден Октябрьской революции, краснознаменный шлак, икьюсь, сырра! Орден Октябрьской революции, краснознаменный шлак, икьюсь, поднять! КОНЕЦ Здесь Петр Первый положил начало флоту российскому. Здесь после победы октября Ленин провозгласил создание нового советского государства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немцы ставили минные заграждения в Финском заливе, непосредственно у баз Балтийского флота. Утро 22 июня. Немецкие самолеты атаковали советские флоты и военно-морские базы. Субтитры создавал DimaTorzok Но в эти часы Балтийский флот уже находился в состоянии полной боевой готовности. Приказ об этом был заранее отдан адмиралом Николаем Герасимовичем Кузнецовым, наркомом военно-морского флота. 3 часа 15 минут утра. Кузнецову сообщили, нападению подвергся не только Балтийский, но и Черноморский флот. Немцы бомбят Севастополь. Адмирал Кузнецов отдал приказ всеми силами дать отпор врагу. Кузнецов По гитлеровскому плану Барбароса предусматривалось, что удар по советским военно-морским базам на Балтике будет нанесен с суши. Группа армий «Север» шла по побережью к Таллину и Ленинграду. На их пути, в 90 километрах от границы, лежал приморский городок Лиепая, город под Липами. Гарнизон Лиепай продержался неделю и вошел в бессмертие. Когда спустя три года советские солдаты вернулись на эти песчаные пляжи, стало ясно, какую цену заплатили в 41-м защитники Лиепай. В июле фашистские войска вышли к Риге и к Таллину, главной базе Балтийского флота. 19 июля Гитлер отдал приказ не допустить, чтобы советские войска и корабли были выведены из Сталина. Таллин был осажден. Моряки сошли с кораблей. Среди них был матрос Евгений Никонов. Раненый он попал в плен. Его ослепили, облили бензином. Ему было тогда всего 19. Во второй половине августа фашисты предприняли решающее наступление на Таллин. Таллин продержался еще 7 дней. На 8-й из Москвы был получен приказ эвакуировать флот в Ленинград. А передовые отряды фашистской пехоты уже шли по улицам города. КОНЕЦ Вы видите немногие уникальные кадры героического Таллинского перехода. Уцелели считанные метры пленки. Почти все операторы, шедшие тогда с флотом, погибли. Несколькими эшелонами шли 180 боевых кораблей и транспортных судов. У них не было прикрытия с воздуха. Около 400 километров отделяло их от Ленинграда. Две трети пути они шли под шквальным огнем немецкой береговой артиллерии, под ударами авиации, затем через сплошные минные поля. Эвакуировалось 23 тысячи человек. Среди тех кораблей, что не дошли до Ленинграда, транспорт «Верония». Эсминец Яков Свердлов. Этот корабль стал легендой. Яков Свердлов принял на себя удар немецкой торпеды и спас флагманский корабль «Крейсер Киров». Лишь троим морякам удалось спастись. В том числе и командиру Якова Свердлова Александру Спиридонову. Балтийский флот потерял 16 боевых кораблей и 34 транспорта. Но основные силы прорвались. Их приветствовали адмирал Кузнецов и Андрей Александрович Жданов, руководитель ленинградских коммунистов. Флот вернулся. Он был готов к защите города Ленина. Но Ленинграду не хватало бойцов. Свыше 80 тысяч моряков пополнили ряды защитников города. Путь их на фронт был совсем недалек, на городские окраины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Орудия из крейсера «Аврора» сняли и установили на бронепоезда. Поколение спустя после революции, они вновь были готовы открыть огонь по врагу на подступах к Ленинграду. Летом 1941 года положение Ленинграда стало критическим. Вот когда стало очевидным, что Балтийский флот жив. Огонь корабельной артиллерии и береговых фортов, помог сорвать фашистские планы быстрого захвата города. Героический гарнизон полуострова Ханка вплоть до декабря 1941 года стоял на защите Ленинграда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Моряки не отступали ни на море, ни на суши. Они даже находили время для песен, улыбки, шутки. Дорогими поем, на камузе втроем. На Балтику пришла штормовая промозглая осень, а за ней небывала жестокая зима. Моряки делили с горожанами лишение блокады. Весна 42-го. Гитлер пригласил на свою виллу в Баварии адмиралов Эриха Редера и Карла Денница. Он поставил перед морскими пиратами задачу уничтожить Балтийский флот. 4-го апреля началась операция Айсштосс, ледовый удар. КОНЕЦ Но флот, советский Балтийский флот, выстоял. Выстоял и был готов к боям. В распоряжении командующего флотом вице-адмирала Владимира Филипповича Трибуца было 69 подводных лодок. КОНЕЦ По заминированным фарватерам эти лодки регулярно прорывались в Балтийское море. В перископах боевые корабли видели фашистские транспорты с норвежской и шведской рудой. КОНЕЦ 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 Негде было найти укрытие. Оставалось только ждать. Двое-трое суток лежавшись ко дну. КОНЕЦ 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 Но всё было тщепно. Торпедные катера Торпедные катера Сталин распорядился немедленно предоставить Черчиллю информацию об этих трофеях. Балтийский флот прорвался в открытое море. В 1944 году сражения развернулись на фронте длиной в тысячи километров. На северном фланге гигантского советского наступления действовали и моряки-балтийцы. Как ни похоже на суровые Балтику это теплое Черное море. Сюда, в незамерзающие порты России, круглый год приходят корабли со всего света. Мягкий и теплый климат, красивые, шумные южные города. Весь мир знает Одессу по фильму «Броненосец Потемкин», воспевшему революции 1905 года в России. КОНЕЦ В августе 1941 года красавица Одесса уже стала прифронтовым городом. К ней шли свыше восьми вражеских дивизий. И вести в газетах не радовали. Немцы и их союзники, войска буржуазно-королевской Румынии, оставляли за собой лишь пепелище. Противник пытался завладеть Одессой сходу. Вместе с пехотой тут, как и на других фронтах, сражались моряки. В кровопролитных боях августа погибли многие солдаты и матросы. Но и врага заплатил дорогую цену в те дни. 20 августа наступление немецких и румынских войск возобновилось. Они подошли к Одессе на расстоянии 10-12 километров. В те дни появилось на свет это необычное сооружение, Одесский танк. Защитники города не теряли присутствия духа. Субтитры создавал DimaTorzok Сколько в этой русской морской песне И горечи, и мужества Наверх вы, товарищи, все по местам Последний парад наступает Это был их последний парад ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двадцать второго сентября Моряки сумели отбросить противника от города Но к этому времени немецкие дивизии Уже успели обойти Одессу И выйти к Крыму Следующей целью фашистов был Севастополь Ставка приняла решение эвакуировать гарнизон Одессы Они уходили из города четко и организованно В строгом порядке Боук Редактор субтитров 86 тысяч солдат со всем вооружением были переброшены на защиту Севастополя. Они могли гордиться. Героическая оборона Одессы замедлила, а в конечном итоге и сорвала планы фашистов. Они уходили днем и ночью, батальон за батальоном, корабль за кораблем. Их ждал Севастополь. Девятимесячная эпопея севастопольской обороны начала с 30 октября 1941 года. Здесь у немцев было в 10 раз больше самолетов и танков, в пятеро больше солдат. Севастопольская обороны Каждый клочок земли в Севастополе был дважды, трижды, четырежды истерзан. За 9 месяцев на город было сброшено 125 тысяч тяжелых бомб. С Атлантического вала из Западной Европы сюда доставились сверхтяжелые гаубицы, те, что разрушали бетонные доты в Бельгии и во Франции. Теперь они вели огонь по Севастополю. Убежищем горожан стали катакомбы. Здесь при свете коптилок и свечей делали операции, здесь ковали оружие. Анастасия Чауш при взрыве оторвала кисть левой руки, но она не ушла от своего станка. Ей было 16. Под землей делали снаряды, мины, гранаты. Но главным оружием было мужество. С погибших кораблей сняли пушки. Бронепоезд идет на передовую. Пятеро моряков обвязались гранатами и бросились под гусеницы танков. Николай Фильченков. Иван Красносельский. Василий Цибулько. Фотографии Юрия Паршина. И Даниила Одинцова так и не удалось пока разыскать. Прямо с пирсов моряки отправлялись в бой. Субтитры сделал DimaTorzok. Саунд! 7 июня 1942 года фашисты начали решительные наступления. Генерал Манштейн писал, не скрывая восторга. Везде можно было видеть облака камней и пыли от разрывов тяжелых снарядов и бомб. Это была действительно фантастическая декорация для столь гигантского зрелища. Взрывы Продолжение следует... 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 Продолжение следует...